всем привет с вами ольга чернова моя городная звука сегодня 3 апреля и вот после того как начался началось обсуждение темы обогрева различного про инфракрасные обогреватели про подогрев грунта многие начали интересоваться спрашивать сколько там наматывает все какие характеристики вот сейчас я начну я в прошлом году очень подробное видео снимала и с техническими характеристики с характеристиками каждой вот такой вот каждого прибора обогрева снова повторять все это не буду сейчас про каждый прибор можете посмотреть прошлогоднее видео там все и сколько киловатт вот у меня инфракрасные киловатт ники считайте пожалуйста для себя каждый сами сколько дней вы будете включать сколько они у вас будут работать сколько наматывает у меня это не показатель для вас у нас у всех разная погода у нас у всех разные условия выращивания вот первое видео это про инфракрасные обогреватели напомню видео снимала в прошлом году это не нынешние всем привет с вами ольга чернова моя огородная звука сегодня 18 апреля и вот сегодня придя в теплицу поливать редиску я как раз хочу рассказать про обогреватели про инфракрасные которые в той теплице когда было замерзшие не могла зайти вот сейчас я еще говорила что они мне понравились вот сейчас в эту теплицу номер один в которой я уже дырочки вот эти приготовила буду высаживать мы тоже установили такие же обогреватели и для тех кто просил показать какой фирмы я сейчас покажу вот она упаковка как раз вот только на той неделе их принесли написано вот так инфракрасный обогреватель модель не знаю как ее читать кто-то спрашивал какая степень защиты я вот вам сейчас показываю этикетку я не знаю какая у нее степень защиты вот здесь написано вот эту покажу кому нужно прочитать остановите просто кадр и прочитаете фирма вот какая тоже не знаю как прочитать лоб риот что ли и еще могу показать вот эту этикетку новосибирск не знаю будет четко читаться или нет в этом году я их купила уже по три тысячи в том году были поле две шестьсот то ли две семьсот и вот сейчас я пришла поливать как раз редиску про обогреватели все я только хотела марку назвать я давно обещала людям спрашивают какую какая марка там мощность так как я в них не очень понимаю вот этикетку это прочитаете там не знаю указано что больше я ничего вам дать информации не могу как раз вот я нахожусь сейчас в той теплице где я приготовила вот эти дырки выемки для посадки и как как всегда многие начали писать комментарии что не все люди поняли почему эти дырки именно пишут что это же мелко их же нужно глубже там короче вытянутую рассаду не посадишь я сразу говорю что эти у нас вот дырки вот приготовленные лунки они уже забронированы именно под низкорослые под детерминантные те которые в больших стаканчиках которые заглублять никуда не надо они и так маленького роста они не вытянувшиеся но так я сделала я же сразу говорила что так я делаю не всю теплицу а только вот те которые для раннего урожая это будет вот это вот первая южная сторона и делала я так из-за чего из-за того чтобы насеять уплотнителей то есть редис салат и чтобы потом не повреждая вот этих посадок вот видите у меня уже здесь и крест салат взошел вот что я иду поливать как раз эти и другие тут и редисочки вот они пока идет вот это похолодание пока я собираюсь с мыслями к высадке у меня уже как раз здесь будет готова и зелень тут немножко укропа потом я просто у меня же они в стаканах потом я просто вот эти стаканчики у эти банки уберу на их место поставлю стаканы все и я не разрушу вот эти вот посадки свои которые насеяла уже давно сколько мы не помню число и возможно к тому времени когда я соберусь высаживать тут уже и редиска у меня вырастет но уже более менее такая а для эндотерминатных и для высокорослых которые возможно нужно будет заглублять которые будут повыше я же такие дырочки не делаю у меня остается вот основная часть вот так она вскопана но не делаю я и поэтому кто-то пишет что это там зачем так делать мартышкин труд я же уже объясняла что я сделала это для того чтобы потом не разрушая вот этих посадок салата редиса просто подойти и воткнуть посадить помидорки будет уже и зелень готова и томатики будут расти пока томата увеличится в размере кустики зелень я уже съем все и сразу для тех кто не видел возможно предыдущие сразу скажу что лунки уже заправлены у меня видите вот это вот белеса у меня уже здесь изола и все что нужно я туда добавила и перегной мне останется только прийти и воткнуть их все ну хотела рассказать про обогреватели пошло у нас короче редиска вот когда было минус 4 минус 3 она все прекрасно себя чувствовала несмотря на то что видите там все в снегу вся теплица в снегу все завалено снегом тут даже темно но сегодня будет минус 8 и я вот пришла сейчас думаю возможно придется накрывать ее еще пленкой или пленкой или не тканкой потому что про минус 8 я уже не уверена выдержит ли редиска а жалко посевы такие дружные все взошло все до свидания буду сейчас думать как утеплять редиску